Всем привет и большие вохчуйны! С вами сегодня снова Кофе с Элей. А в этом выпуске у меня очень много разных тем. И сегодня поговорим о том, кто такая Наталья Ротенберг и какое отношение она имеет к Армении, почему за армянским гражданством выстраиваются очереди, что происходит в Розданском ущелье, и еще о многом другом. А если успеем, еще и о том, как живут телеграм-чаты и какая тайная жизнь в них происходит. Ну а теперь обо всем по порядку. Я думаю, что начнем с той темы, которую я не заявила в самом начале. Если вы помните, мы рассказывали вам о том, что в Армении, скорее всего, появится 77-метровая статуя Иисуса Христа. Мы решили перещеголять всех. Перед тем, как проект статуи был утвержден, прошел конкурс интернет и смс-голосование. В итоге выбрано было 12 проектов, из них отобран один. Предполагается, что статую поставят на горе Атис. Сама статуя задумана как 33-метровая. Но почему, объяснять не буду, и так понятно. А еще 44 метра – это, собственно, ее постамент. И когда, казалось бы, работы уже начались, тут выяснилось, что у статуи множество противников. Противник номер один – Армянская апостольская церковь. Армянская апостольская церковь заявила, что она скромна и аскетична, и подобная помпезность абсолютно не близка ее духу. Также вмешались экологи, которые сказали, что это природный заповедник, и ему будет нанесен непоправимый ущерб. Также вмешались туристические ассоциации, которые сказали, что сейчас на эту гору вводят экскурсии, а когда там появится огромный памятник, скорее всего, интерес к ней пропадет. Но это спорный, кстати, аргумент. В общем, выяснилось, что никаких разрешений на возведение этой статуи на самом деле нет. Все работы приостановлены, и теперь, пока не получат разрешение, они возобновлены не будут. Кстати, вопрос, а как вы относитесь к возведению подобной статуи в Армении? Вот, например, Наталья Рутенберг возведение этой статуи поддержала. Она считает, что это привлечет еще больше туристов в Армению, ну и вообще будет еще одним символом страны. А кто такая Наталья Рутенберг? И что это за девушка, и как ее зовут? А что это за девочка, и где она живет? А вдруг она не курит? А вдруг она не пьет? Барабдисайстан, добрый день! Ну вот, рассказываем. Наталья Рутенберг уже несколько лет живет в Армении. Почему она Рутенберг? Потому что она бывшая жена Аркадия Рутенберга, российского олигарха. Но теперь она жена не олигарха, но бизнесмена и предпринимателя Тиграна Арзаканцяна. Он владелец компании Great Valley, которая выпускает, в частности, коньяки. Дело в том, что Наталья Рутенберг заявила о своих, скажем так, политических амбициях. Она собирается баллотироваться в мэры города Еревана. Наша партия Уже-Аринянц Сила Отечества решила выдвинуть меня и предложить меня как кандидата мэра Еревана. Эти выборы пройдут в следующем году, но предвыборная активность уже началась. Предвыборная кампания разработана четко по всем правилам. Наталья Рутенберг уже проехала с метро в автобусе, побывала на Давитоженском мосту, побывала в питомнике для бездомных животных, ходит по Еревану, общается с его жителями, в частности, была в районе Очапняк, говорит о насущных проблемах и необходимости их решать. Как вы думаете, станет ли Наталья Рутенберг следующим мэром Еревана и как вы к этому относитесь? Надо сказать, что это женщина с железным характером. Для меня уже характеристика то, что она сумела себя отстоять в бракоразводном процессе с Аркадием Рутенбергом. Кстати, она богатый предприниматель, у нее есть несколько своих компаний, в том числе в Великобритании. Наталья Рутенберг активно опекала Федерацию художественной гимнастики в Армении, однако в итоге создала свою. Есть у нее, кстати, небольшое, но любимое детище в Ереване. Это шляпный магазин на улице Маштолкса, куда я очень хочу как-нибудь заглянуть. Одно из тем, которые затронула Наталья Рутенберг в одном из своих последних роликов была судьба ущелья Роздан. И тут возвращаемся к любимой мною в кавычках теме мусора. Дело в том, что в ущелье Роздан, как вы знаете, полная катастрофа. Кстати, именно там проводили свои нашумевшие уборки российские релаканты. Но это так, капля в море, потому что, как выяснилось, есть, по крайней мере, такая информация, что многочисленные кафе и рестораны, которые разместились в ущелье, сливают свои отходы прямо в несчастную реку Роздан. Кроме того, здесь активно запускают фейерверки, из-за чего в прошлом году выгорело немало деревьев. Кстати, никто в итоге новых взамен тех не посадил. В общем, такая, честно говоря, печальная судьба у этого ущелья, которое стали активно вырубать еще в 90-х годах, когда населению нечем было отапливать свои дома. Но и сейчас, как видите, ущелье выжило само как сумело, а человек ему не помог, а только мешает. Кстати, мне очень интересно ваше мнение по этому поводу только. Пожалуйста, не надо кидаться тапками в телефоны и говорить, что это не мои гаденыши. Это наши, как мы уже поняли, переписываясь в комментариях, общие гаденыши. Итак, переходим к другим темам. В армянских паспортных столах наблюдается невероятный аншлаг. В чем причина? В первую очередь, в том, что огромное количество приехавших в Россию иностранцев становится на учет. Но не только в этом. Как посчитали в армянской полиции, количество людей, подающих на гражданство в этом году, по сравнению с прошлым годом, выросло в три раза. Так, за первое полугодие 2021 года желающих стать армянскими гражданами было три с половиной тысячи. Сейчас их количество уже приближается к десяти. Попасть в паспортные столы по приложению Early One, которые дают возможность записаться заранее, уже невозможно. Поэтому решать свои дела с паспортным столом придется, отстояв довольно приличную живую очередь. Многие переходят в паспортный стол в 6.30 утра и бывают в очереди где-то в 15. Я уверена, что процветает такой бизнес займу очередь, продам очередь. Но это бывает всегда. В очереди с айфонами так бывает, к примеру. Кстати, по поводу гражданства. Дело в том, что недавно очередной армянский спортсмен Эрик Базинян передумал выступать под флагом Армении. Это довольно известный боксер, одержавший 28 побед, и ни разу не проигравший. Он уроженец Еревана, но в детстве его семья эмигрировала в Канаду, так что это армяно-канадский армянин. В чем же проблема? Дело в том, что армянского гражданства, хотя он на него подал, ему так и не дали. Несмотря на то, что, во-первых, он выступал под флагом Армении, а во-вторых, оказывал ей посильную помощь в 44-дневной войне. Там еще есть один нюанс. Его пытались, как я поняла, призвать в армию, потому что родился он в Ереване, и, может быть, там у кого-то из родителей так и осталось армянское гражданство. Я не знаю нюансов. В общем, в армию он не пошел, и как бы у него были утрения с армянским законом. Но как бы то ни было, гражданство этот человек не получил и, к сожалению, не будет теперь представлять Армению на мировой арене. И как вы думаете? Вот мне интересно мнение, да? Правильно это или нет? В этой связи стал вопрос, почему, например, тот же Дэн Белзирян, о котором мы рассказывали в прошлом ролике, гражданство Армении получил легко и играюще. Так у кого же перед Родиной больше заслуг? Это да. Но мне интересно мнение наших зрителей по этому поводу. Ну а мы продолжаем тему спорта. Варевдзис. Сегодня я хочу поговорить об армянском футболе. Дело в том, что Армения страна маленькая и здесь мало игроков, поэтому армянские клубы не могут обойтись без легионеров. И последние годы армянские клубы нанимают очень много иностранных футболистов, в том числе и из России. Года 2-3 назад произошел смешной казус. Тренер сборной Армении по футболу пришел на игру двух команд, чтобы отобрать себе игроков в сборную. И там оказалось, что на поле за каждую из команд играют 11 легионеров, ни одного армянина. После этого ввели квоту на трех игроков. То есть за каждую команду должны играть минимум три местных игрока. В сезоне 21-22 в Армении играет 181 легионер. Из них 41 человек это футболисты из России и 19 из Бразилии. Чем же так привлекательно Армения для игроков из других стран? Ну, во-первых, деньги. Лет 5 назад армянские клубы могли себе позволить максимальную зарплату футболистов в 5000 долларов. Сейчас ситуация изменилась. Сегодня средняя зарплата игрока составляет где-то 3-4 тысячи долларов. Многие русские, которые приехали в Армению, обратили внимание на армянское гостеприимство. Это же касается и футболистов. Их здесь, можно сказать, носят на руках, очень любят и отношение к ним очень позитивное. Вторая причина это качество жизни, качество продуктов, вкусная еда, хороший климат и так далее. Еда в Армении стоит совсем недорого. И для комфортной жизни, если в России нужно потратить пару тысяч долларов, в Армении это обойдется футболистам где-то в тысячу-полторы. Ну и плюс еда сама по себе очень вкусная и экологически чистая. Эти фруктики, абрикосы, персики, виноград, шашлык, кебаб, ну и прочие вкусности. Третья причина это компактность. Армения страна маленькая и все основные футбольные клубы сосредоточены в Ереване, поэтому чтобы клубы играли между собой им никуда не нужно ездить. В России футболисты теряли много сил и времени при перелетах из города в город, которые могли длиться по несколько часов. В Армении же, так как страна маленькая, максимально это пару часов на автобусе и ты на месте. А так как все основные клубы находятся в Ереване, то и вообще никуда ездить не надо. Ну и наконец, четвертая причина. Дело в том, что при игре на разных европейских кубках на футболистов из армянских клубов могут обратить внимание европейские клубы. А это дает надежды на продолжение своей карьеры уже в Европе. Вот, собственно, я назвал четыре причины, по которым очень много легионеров, в том числе из России, играют за армянские клубы. Ну и еще одна тема, которую я заявляла в начале и не знала даже рассказывать о ней или нет. Она смешная, но я уже предвижу возмущенные комментарии в свой адрес. Итак, с некоторого времени, как известно, в Армении очень много релакантов, в том числе из России. Соответственно, много телеграм-чатов, много групп в Фейсбуке, где релаканты обсуждают различные вопросы, советуются с местными. Это все, конечно, прекрасно, но, как выяснилось, есть там и вторая жизнь, скажем так, тайная. Например, есть мамский чат в Телеграме, где ты можешь задать вопросы или кому-то что-то посоветовать. Я тоже состояла в этой группе и задавала вопросы. После этого я получала в личку ответы от местных мужчин. Ну, и некие такие, скажем так, закидушки по поводу знакомства. Причем, от своих знакомых из России я тоже слушала массу смешных историй, как они сюда приезжали с детьми, например, женщины, и моментально начинали в этих группах писать «А давай пойдем прогуляемся, ну хочешь детей с собой возьми, ну ладно, спать уложи, пойдем прогуляемся». И все попытки объяснить, что в принципе знакомства эта женщина не искала, в общем, понимания не находили. В итоге многие женщины просто в этих Телеграм-чатах стали писать себе статусы, что они уже в солидном возрасте, давно и глубоко замужем, знакомств не ищут, и вообще у них много детей. Были еще смешные ситуации, когда, например, в группах в Фейсбуке какие-то мужчины писали «Еду на Сыван, могу взять попутчиков». И некоторые женщины наивно на это откликались, писали, что в принципе да, они были бы не прочь, и тут выяснялось, что на самом деле это не просто предложение съездить на Сыван в какой-то там компании, а это скорее поиск знакомств. Причем был один человек, который очень упорно выкладывал вот это вот предложение в одной из групп в Фейсбуке предложение поехать на Сыван, но уже никто не отзывался. А если в каких-то группах кто-то теперь и отзывается, принимая это предложение за чистую монету, люди сразу оговаривают, что они не ищут знакомства, они действительно просто хотят в компании съездить условно на Сыван, в Горны или еще куда-то. Вот так вот на улицах уже не знакомятся, но телеграм-каналы и Фейсбук-группы у меня, например, при том, что я вообще уже считаю себя местным человеком, меня вообще все это дико веселит, вот подобные подкаты, количество запросов от абсолютно незнакомых мне мужчин в Фейсбуке резко возросло. Я сначала не понимала, а потом поняла, что все это связано с тем, что я зарегистрировалась в русской группе в Фейсбуке. После этого моя популярность резко возросла. Ну вот, тапки уже летят в экран, я вас всех очень люблю, желаю вам всего хорошего, до новых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok